Как стать волонтером? Сложно ли помогать бездомным животным? Чем занимаются зооблаготворители? Об этом и многом другом рассказали ребятам гости из приюта Мурдом. Анна Петрунина и Мария Романцова на очередной классной встрече во Дворце детского творчества. Это школа юного волонтера и, кроме того, это занятия кофтерапии, которые мы в этом году стали проводить для ребят с отличными возможностями здоровья. Мария занимается зооблаготворительностью уже 7 лет. Раньше она самостоятельно спасала животных и стала волонтером в приюте Мурдом. Сейчас это стало ее работой и неотъемлемой частью ее жизни. Ну, изначально я пришла в волонтерство, потому что мне нравятся животные. Я с детства с ними тискалась, сюсюкалась, таскала всех домой. И просто в один период в жизни мне было необходимо на чем-то сосредоточиться и именно оказать кому-то помощь. Анна начала свою волонтерскую деятельность с лета 2020 года. Она рассказывает о приюте в соцсетях и местных СМИ, а также помогает поддерживать чистоту в вольерах и дарит животным свою любовь и ласку. Конкретно в моем случае тоже это было очень большое желание помогать, которое родилось из изначальной мысли о том, что бедным несчастным животным на улице я помочь никак не могу. Разговор получился насыщенным и прошел в увлекательной для школьников обстановке. Ребята узнали, что в Мурдоме сегодня живут 120 кошек. И все они ждут новых заботливых хозяев. Свой вклад в работу приемника сделали и школьники. Активисты детской палаты «Галактика» подарили Мурдому собранный ими корм. А гости, в свою очередь, раздали флайер с информацией о приюте. Я один год назад пришла с моей подругой в приют как волонтер. Мы начали помогать, активно приходить по выходным, убираться в приюте. Мы до сих пор ходим в приют, помогаем котам и хотим продолжать это в будущем. Мне запомнился тот момент, что ребята занимаются уже очень давно Мурдомом, как они его называют. И, честно говоря, это очень классно и очень здорово. По сути, каждый ребенок может стать волонтером. Для этого нужно всего лишь прийти в Мурдом.